всем привет вы снова на канале у еленки и сегодня мы будем делать ободочек с чайной розы вот такую замечательную чайную розу мы будем делать нам понадобится фоамиран розовый зеленый желтый и снова зеленый три цвета нам понадобится что что такое сегодня все убегает утюг нам понадобится клеевой пистолет зубочистки и собственно говоря ободочек основу ободок как обычно наклеиваем клеем сюда кусочек ткани не пистолетом а клеем я говорю в каждом своем видео не приклеивайте пистолетом приклеивайте только каким-нибудь клеем для того чтобы цветочек потом не отвалился и хорошо держался что делаем берем ножницы берем розовый фоамиран вырезаем из него прекрасные цветочки что делаем сначала создаем круг вот такой вот прекрасный крюк фоамиран кстати у меня толщиной сегодня один миллиметр потому что чайные розы должны хорошо держать форму вырезали круг вот такой вот и мысленно поделили наш прекрасный можно конечно взять из интернета шаблон но в данном случае я не беру шаблоны я мысленно делю свой круг на шесть частей как я это делаю вот так вот так если представлю что мне здесь будет листочек это будет один два три четыре пополам и вот это вот пять шесть вот таким вот образом я примерно и делю я никогда не природе не бывает идеальных цветов поэтому я очень редко использую шаблоны только для очень сложных цветов потом делаю надрезы под своим полосочкам но смотрю если где-то чуть-чуть ошиблась чуть корректирую и таким образом получаю шесть деталей на своей заготовке затем закругляю вот эти вот углы вырезаю уголочки и получаю лепесток цветка режу так чтобы сердцевинка была целой не разрезалась на части затем вот здесь вот с краю делаю вот такое маленькое углубление у чайной русски лепесточки летка бывают идеальными так поступаю с каждым своим лепестком опять делаю углубление обрезаем края углубление для одного цветочка мне потребуется шесть ой два цветочка для одного цветка мне потребуется два цветка чтобы получить чайную розу можно сделать три будет более пышнее но тогда лепестков получится больше и цветочек будет уже немножечко ненастоящий но мы сегодня флористы мы создаем идею и значит как мы сделаем так и будет готово для одного цветочка мне понадобится два цветочка берем зеленый фоамиран вырезаем вот такой вот прямоугольничек чтобы он был немного длиннее чем наши цветочки можно чуть меньше все по желанию кому как нравится и обрезаем вот эти вот уголочки закругляем создавая видимость лепестка как в природе немножечко теперь скругляем края работать маникюрными ножницами очень удобно мне очень нравится и далее делаем вот такие вот вырезы треугольнички с двух сторон не очень маленькие делать их поглубже чтобы цветочки и лепесточки были очень интересными и приятными готово для одного цветка мне понадобится два зеленых лепестка берем желтый фоамиран и отрезаем полоску полоска должна быть ну сантиметр точно мелко мелко нарезаем до середины вот такие вот надсечки режем их очень тоненько чем ближе друг другу тем лучше режем до середины нам понадобится немного там буквально сантиметр на один цветочек даже меньше берем зеленую полосочку чуть меньше чем желтая вот оно должно быть чуть ниже и тоже делаем мелкие 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 надсечки до середины цветка затем берем зубочистку наносим немножко клея на край желтого нашего основания цветочка закручиваем буквально один сантиметр может быть больше чуть меньше кому как нравится вот у меня здесь чуть больше сантиметра мне кажется что многовато что нужно чуть меньше далее обрезаем желтый фоамиран берем зеленый наносим тоже немножечко клея на зеленый и как бы оборачиваем наш желтый так чтобы он обернул все начало но не дальше чтобы было его немного вот буквально вот так вот просто обернули отрезаем излишки они нам не нужны подклеиваем краешек аккуратно много клея не льем экономим так сказать чтобы не получалось потом вида сплошного клея и затем приступаем к обработке на утюжке утюжок включаем на двоечку режим шелк пистолет стоит рядом он нам еще понадобится что делаем берем к утюгу прикладываем наше основание цветочка вот таким вот образом немного измельчая истончая наши такие вот тычинки и чтоб они немножечко закрутились в обратную сторону делаем их вот такими пушистыми зеленые тоже не забываем обрабатывать потому чтобы чтобы обработались все вот такие вот у меня получились прекрасные тычинки торчащие в разные стороны берем розовый фоамиран прикладываем уже вырезанный цветочек прикладываем к утюжку и вот он у нас принял форму затем после того как принялась форма я беру один лепесточек и прикладываю его к утюгу вот так вот аккуратно утюг горячий двойка это достаточно горячо потом немножечко поджимаю так чтобы вот они были свернуты видите получилось чтобы вот такая вот красивая форма не просто гладкие цветочки чтобы они были слегка завернутые красивые придаем форму и немножечко истончаю края потому что один миллиметр это достаточно толстый для фоамирана будет смотреться некрасиво а таким образом он немножко измельчится здесь немножечко вот так вытяну края чтобы лепесточки были разными не одинаковыми у меня получится прекрасная чайная роза один цветочек у меня готов прикладываю второй в чем прелесть фоамирана в том что ему можно придать любую форму за счет этого изотончения у него можно чуть-чуть потянуть его в разные стороны но конечно тянуть до беспамятства не нужно потому что он все таки рвется сейчас даже на кусочки вам покажу поэтому все должно быть в меру не фанатеем и не тащим так чтобы искры из глаз вот обрабатываем еще один цветочек каждый листочек и теперь обрабатываем наши листики зеленые здесь фоамиран тоньше видите и просто я беру закрученные вот так вот листики они закрутились я ничего больше с ними не делаю здесь он у меня светлого цвета они такие воздушные нежные конечно очень потрясающе далее возвращаемся к клеевому пистолету берем наше основание берем первый цветочек и протыкаем посерединке его зубочисткой берем клей наносим на тычинки наши и подклеиваем первый наш цветок берем второй цветочек тоже протыкаем его посередине зубочисткой наносим клей теперь уже на нижний цветочек прикладываем листики так чтобы они были между первыми листиками не друг за дружкой а между ними снимаем зубочистки наш цветочек наносим клей на низ цветка и приклеиваем листочек еще наносим клей и снова подклеиваем цветовый листочек пока листочки подсыхают я показываю вам как фоамиран имеет свойство рваться вот я приложила вот он истончился и если чуть сильнее я потянула видите без особо вроде бы как и усилия не приложила но вот горячий он очень легко рвется этот в холодном виде он тянется как зефирка это вот тоже да но здесь я конечно уже приложила усилия а в горячем виде очень легко разрывается конечно это нужно быть осторожными и внимательными иначе жалко перевести свой цветочек он хоть и пластичный но все-таки имеет свойство рваться затем при помощи клея приклеиваем нашу чайную розу к вот такому ободочку и получаем замечательный красивый ободок из нужного количества вам цветов подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы до новых встреч пока 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 пока